еженедельное оперативное совещание в целом можно охарактеризовать словом сухо ради хабиров которые обычно довольно активно комментируют доклады министров в этот раз практически никак не реагировал на отчеты ну обсудили кадровые перестановки в которых не было новых лиц новый форум в уфе двадцать чертом году и проблемы ум по всем привет это рустам набиулин поехали ради хабиров на оперативном совещании правительства в цуре объявил о кадровых перестановках так например секретарем межведомственного совета общественной безопасности рб стал валерий олейник коллеги все вы знаете он уже пожалуйста уже более двух с половиной лет выполняет по сути эту работу с человек с большим опытом с авторитетом задача вам понятна и безусловно это кадровое назначение очень ответственно для вас должно быть также продолжайте есть судонные энергии работать задача вам понятно мы все отсудили также было объявлено что министром образования и науки республики назначен ильдар мавлитбердин который ранее работал первым замминистра в ведомстве он сменил айбуата хажина который ушел в отставку в связи с получением мандата депутата крутая башкирия мавлитбердин кстати довольно часто в последнее время появляется в новостях например он отмечал что школам республики необходимо как минимум 700 кадров ну и чтобы решить данную проблему необходимо создать институт наставничество в разговоре с родителями учеников физико-математического лицея номер 93 чьи дети остались без английского языка ильдар мавлитбердин пояснил что иностранный язык для преподавания выбирает само учебное заведение ну и не обошлось без спорных моментов так новый министр образования не смог назвать реальный уровень зарплат учителей в башкирии но заверил что все целевые показатели были достигнуты на оперативном совещании также ради хабиров объявил что глава администрации шаранского района башкирии по контракту назначен марат ахмадуллин и у него есть опыт в управлении администрацией так в двадцать втором году он возглавил кушнаренковский район еще одно назначение глава администрации советского района уфы становится айдар басгуддинов который ранее возглавлял демский район после чего работал в аппарате администрации города во время форума россия спортивная держава который прошел в перми президент россии владимир путин объявил что в следующем двадцать чертом году этот форум пройдет в уфе что видимо не сильно обрадовала ради хабирова который во время объявления сидел с таким лицом вот то ему придется все оплачивать из своего кармана но для приличия высказался что это честь для республики и города по традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны на этот раз это будет столица республики башкортостан уфа этот форум станет одним из важных элементов больших торжественных мероприятий посещенных 450 эти уфы мы сегодня приглашаем уже гости на этот форум чуть позже определим точную дату соответственно будем готовиться кстати чуть ранее министр спорта руслан хабибов высказался что форум это отличное место для обмена опытом с другими регионами правда мы не знаем каким опытом может поделиться республика но только с разорением футбольного клуба видимо все еще в шоке от произошедшего ради хабиров ничего не стал комментировать ну а комментировать доклады как мы знаем он любит на прошлой неделе в уфе прошел форум выставка ломая барьеры министр семьи труда социальной защиты населения ленара иванова рассказала что в следующем году будут созданы служба социального такси сертификаты на реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста мультицентр трудовой реабилитации инвалидов и реабилитационный образовательный центр салют но вообще хотелось бы министр главе башкирия напомнить что прежде чем что-то пообещать стоило бы сами города в республике привести в нормальное состояние для людей с ограниченными возможностями здоровья ну пандусы там лифты может общественный транспорт напомню в девятнадцатом году блогер рустам набиев решил привлечь внимание общественности и республиканских властей к тому как сложно простым людям с ограниченным возможностями здоровья самостоятельно прийти на прием к врачу он с трудом попал в поликлинику потому что не было пандуса а кнопка вызова персонала стояла только для галочки и и и Субтитры сделал DimaTorzok Или взять, например, здание, где расположено всероссийское общество инвалидов Там офис им достался бесплатно, но на электроэнергию никаких льгот не дали А суммы там набегают немалые Так как офис на первом этаже витрины окна выходит на тенистую улицу, поэтому там всегда холодно Приходится использовать обогреватель-кондиционер, который повесили прямо над дверью Из-за чего за 6 лет общество накопило 160 тысяч рублей долга по электроэнергии А платить нечем Какие уж тут сломы барьеров, когда твой родной город – это один большой барьер На прошедшей неделе в Уфу приезжал индустриальный директор авиационного кластера ГК Ростех Анатолий Сердюков Ради хабиров на встрече с гостем рассмотрел рабочие вопросы, которые связаны с УМПО Например, предстоящие в 25-м году столетие предприятия В связи с этим на оперативку пригласили управляющего директора ПАО ДК УМПО Евгения Семивеличенко Который пришел, как нам кажется, с одной только целью – сагитировать народ в поступление в ряды заводчан Так, предприятие загружено контрактами до 28-го года, а поэтому необходимо набрать 4800 человек Спасибо за предоставленную возможность выступить на совещании И, наверное, в первую очередь для того, чтобы донести информацию про УМПО, про наш завод До всех руководителей районов, муниципалитетов Для того, чтобы рассмотреть наши потребности и наше дальнейшее развитие Так Евгений Семивеличенко рассказал, что средняя зарплата на предприятии неизменно растет И в 2023 году достигнет 90 тысяч рублей Также он рассказал о перспективах работы Дескать, зарплата высокая, ну, правда, с переработками, если есть шестой разряд Есть надбавки за знания иностранных языков, ну и прочие плюшки Правда все это или нет – неизвестно Только вот на сайте по поиску работы указана зарплата ниже – 60 тысяч рублей Управляющий директор попросил помощи у правительства Башкирия Привлечение сотрудников и масштабной информационной поддержки Я бы не сказал, что у предприятия агитация слабая Она очень даже мощная и активная Но если Евгений Семивеличенко пришел в правительство за помощью Значит, она не сильно помогает Хабир уже поддержал предложение и поручил прикрепить к предприятию Несколько колледжей из региона в Башкирии Ну, для более глубокой интеграции Таким было оперативное совещание, прошедшее понедельник Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Не забывайте про наш телеграм-канал И присылайте донаты Все вместе мы сделаем республику великой Потому что другие не справляются Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok